Поехали! Продолжаем разговор. Ну, прежде чем зачитать уже первые вопросы и реплики, я тебе задам такой вопрос. Когда мы готовили анонс, ты настоятельно рекомендовал сначала указать фамилию, потом уже имя и отчество. Почему именно так? Как это связано с твоим мировоззрением и почему ты вот так желаешь, чтобы было написано? Хиневич Александр Юрьевич, а не Александр Юрьевич Хиневич. Во-первых, когда впереди стоит фамилия, значит, я делаю все на благорода. А если бы впереди стояло мое имя, значит, это как бы говорило, что я акцентирую внимание лишь на себе. Благодарю. Очень существенное уточнение, существенный и, на мой взгляд, очень верный ответ. Ну что ж, переходим к вопросам и репликам. Дмитрий Мирный. Здравия тебе, Александр Юрьевич. Привет, передавай Катерине. Ну, Катерине мне трудно передать привет. Далеко живет, в четырех верстах от меня. Так что, когда смогу, тогда только и передам. Хорошо. Далее, Белый Ворон. Сложный вопрос, но что значит слова Перуна? Вы замените кристаллы Иркамы, их замените кристаллами Тары и сквозь Зимун восстановите нити. Вновь засияют небесные иглы и отзовутся Вайтмары на зов ваш. Ну, там идет описание ремонта технического устройства. У каждого свое название. Скажи, пожалуйста, а вот такого плана встречаются в твоих книгах какие-нибудь устройства, которые бы не просто так говорили, что это все вот где-то, может быть, было когда-то, а то, что это сохранено и вполне возможно оно работает или в ближайшее время может заработать? Да, у нас много чего сохранилось на Земле от прошлого. Но не все доступно для простых людей. Как правило, официальные власти это все прячут, скрывают и используют только для себя. То есть, другими словами, все это находится в официальной власти или есть какие-то секретные точки, куда официальная власть не суется? Ну, есть и такие точки, куда представители официальной власти не пускают. То есть, в одной из книг своих я написал, что это люди думают, что те, кто стоят на вершине власти, управляют странами. На самом деле, все мы управляем спецслужбом. Ну, взять хотя бы нашу историю. Поехал молодой Петр Алексеевич Романов в турпоездку по Европе на две недели, да? А вернулся через два года совершенно другим человеком. И из всего великого посольства остался один меньшин. Или, а потом, когда он начал фоевольничать, взял и помер. Тот же император Павел. Начал править, устанавливать свои порядки. А потом раз и помер. От апоплектического удара табакеркой в висок. А кто это сделал? Так же гвардия. То есть, приближенные. Кто устроил покушение и восстание на Сенатской площади? Опять гвардия. То есть, спецслужбы. Тот же самое, если непонятно, как говорится, смертью Сталина, да? Опять задействованы спецслужбы. При помощи спецслужб сменили Никита Сергеевича на Леонида Ильича. Тот же, того же Михаила Сергеевича Горбачева. Кто к власти привел? Юрий Андропов. Директор КГБ опять спецслужбы. Поэтому, если кто-то считает, что все решают депутаты или президенты, ну, пускай так считают. Им так интереснее жить. Ну, хорошо. А если так чуть-чуть пошире рассмотреть, кто-то ведь свыше, не с точки зрения земного уровня, а вот там, повыше, стоит над теми же самыми спецслужбами и другими какими-то структурами, которые простому человеку не видны? Ну, естественно, спецслужбам же кто-то платит за выполнение их работы, да? А раз кто-то платит, значит, дают им гладание. А те, кто дают задания, над ними есть своё руководство, а над тем своё. Поэтому ничего удивляться не нужно. Тогда такое уточнение ещё. Как ты думаешь, вот те самые некоторые секретные объекты, которые позволили бы здесь так на раз перевернуть весь мир с точки зрения энергетики, довольства, может быть, даже климат как-то улучшить, отрезить мозги? Те, кто сейчас особо рьяно их залил непонятной гадостью, непонятной откуда взявшейся. Почему такие устройства закрываются? Сейчас закончу. Почему такие устройства закрыты пока? Это что, опасения обезьяны с гранатой? То есть, не доросли ещё? Да нет, не в этом дело. Все нынешние болячки, которые есть, да, это всё разработки спецлабораторий, которые находятся в бедене и спецслужбе. Неважно, в каких странах. Ну, тот же вирус, как говорится, вирус ПИДа, Эбола, это всё разработали кто? Кто? Американцы. Тот же вирус Испанки в начале 20 века. Кто разработал? Англичане. То есть, их спецслужб. Люди просто даже не задумываются, когда в августе, да, в августе наша современная медицина предлагает сделать людям прививки от гриппа, штамп которого будет в декабре и январе. То есть, они уже как бы заранее знают, какой штамп вируса гриппа будет распыляться. То есть, им надо проверить, подействует ли разработанная вакцина или нет. Это касается, ну, и других болячек. И люди, многие думают, ну, как же так, медицина же как говорится, ее предназначение лечить людей, а тут вот какое безобразие происходит. При этом люди не задумывают, что в первую очередь надо посмотреть на символику. Ведь это не народная медицина, цель которой была, чтобы люди были все здоровы. Символика медицины говорит о том, что там змеи, да, змея. Ну, у нас вокруг рюмки, у американцев там вокруг креста шести, конечно, обвивают. У других там по-другому, но везде змеюка. Те же христиане знают, что змеи, искуситель, как говорится, он бред приносит. Отсюда и вывод. Под данной символикой работают те, кто приносит людям вред. То есть, да, нам показывают там одного, двух, ну, десяток человек, которые приносят пользу. Но остальные вред. Допустим, представитель официальной медицины недавно заявлял, что ему сверху из Министерства здравоохранения спускает план по количеству абортов, сколько современная медицина. Я уже, допустим, объяснял, чем отличается советская медицина от нынешней. Советские медики находились на ставке. Им, допустим, нам платили шестьдесят сто рублей в месяц. Независимо от того, сколько они пациентов примут за месяц. Поэтому они и старали всех вылечить, ну, и спокойно проводить время, зная, что ставку свою, зарплату они получат. Нынешняя медицина платная. Врачи заинтересованы, чтобы у них было как можно больше больных. Ведь от этого зависит их зарплата. Поэтому продаются лекарства, которые одно лечат, другое калечат. Либо те, которые вообще ничего не лечат. И все они очень дорогие. Вот и отличия. В советской медицине не нужны были больные, им нужно было здоровое общество. Современные нужны только больные. Иначе они останутся без зарплаты. То есть, опять этого, змеючное дело. Я пояснил? Да, благодарю. Далее, Стеша тебе вопрос задает. Как писалась книга Джаре и как вы трактуете ее? Как фэнтези или как сказание? Спасибо. У меня жанр указан фраза. Это не фэнтези. У меня на каждой книжке написано. Фантастика с иным мировосприятием. То есть, к фэнтези, к жанру никакого отношения не имеет. А писалась книжка очень легко. То есть, сидел, как говорится, глядя на дочку, как она гуглит, мысли сразу же. У меня, по-моему, там через каждые два-три дня новая глава была. То есть, книжка была написана очень быстро. Правда, потом я ее еще дополнил. для издательства. Но это уже другой глава. Здесь у нас договор с издательством, что Черновидец я дополняю, и он уже дополненно идет в эфир. То есть, сейчас. И ответил на вопрос. Ну, ответил, не ответил, наверное, вопрошающий для себя решит. А так, по-моему, да, вполне все четко. Далее, Светлана, вопрос. Александр Юрьевич, здравствуй. Какие книги у тебя были любимыми в детстве? Благодарю. Книг у меня было очень много. Я даже и не могу все перечислить, потому что у меня дома была большая библиотека всегда. Потому что еще мой дед, мой отец, они все собирали книги. то есть были книги и старых изданий и новых. То есть, допустим, первый раз произведение Лермонтова Мцери, да, я прочел в издании 1941 года. То есть, большая такая книжка была. А потом, когда мы в школе проходили, да, я увидел, что там уже переделано. И когда я сказал преподавателю русской литературы, я говорю, а почему переделано она? Как переделано она? Тут все правильно, как у Лермонтова. Я принес ей книжку с 1941 года, показал, она очень удивилась. Я очень любил читать с самого детства. То есть, читать я начал, как говорится, еще до того, как пошел вообще в школу. И первые книги я читал был говорить на Старославянском. То есть, мне дома обучили это. Вот, их я и читал. Там очень много было. А уже когда в школу, там уже доходило до того, что отец запрещал мне читать много, но я продолжал украдкой читать. Доходило до того, что с фонариком под одеялом. Один раз он вычлил выпором, а когда увидел название книжки, выпорвал второй раз. Та книжка называлась Гегель «Философия наследия. Лекции по доказательству бытия Бога». Это во втором классе. Он говорит, ты зачем эту дрянь читаешь? Я говорю, я хочу доказать учительнице, что Бог есть. Тебе делать больше ничего, даже думать об этом забыть. Ей бесполезно что-то объяснять. Пришлось, как говорится, согласиться. А дальше доходило до того, что, допустим, вечером я из шкафа брал какую-то книжку, но, допустим, взял Александра Грина. Первый том, по-моему, «Золотая цепь», «Алая паруса у него» и прочее. А утром вставил восьмой том назад и считал книги за поем. У меня как бы все больше и больше требовалось информации. Поэтому я читал любую литературу. Начиная технической, фантастической, исторической, лишь бы читать. Ну, так все-таки какие-то любимые книги у тебя нарисовались в детстве? Ну, вот самая любимая «Час быка» Эфремова. Это советский фантаст Иван Эфремов. «Час быка» мне понравился. Потому что там описывалось не только о полете землян к другим мирам, но и закрытые тоталитарные общества. Так, реплика вне плана читаю. «Белый ворон» много мудрых слов услышал с его уст. Ну, с твоих имеется в виду. Но лишним считаю возвышение белой расы над иными. Скажи, пожалуйста, а разве ты возвышал белую расу над иными? Бред какой-то. Белой расы не существует. Есть просто раса. Раса это переводится как белый вид. Поэтому даже в латыни выражение «табло раса» означает белый чистый лист. Черной расы не существует. Вы кто-нибудь видел человека-зебру? Нет. Краса означает белый. Поэтому говорить «бело-белый» неправильно. Белый вид людей, черный вид людей, красный вид людей. сейчас даже голубые есть. Вся цветовая гамма. Поэтому я никого не возвышаю. Всегда говорилось как. Есть наши люди, мы о них говорим. Есть другие народы с другим цветом кожи, с другими традициями. Мы живем, как наши предки завещали. Они живут так, как их предки завещали. и пусть каждый разбивается и идет своим путем. Вот и все. Не надо все смешивать и устраивать в инегре. Он хорош только на столе. Я ответил? Да, думаю, что ответил. Благодарю. Далее Белый Ворон вопрос. Есть информация, что в 18 веке было что-то, о чем все забыли. Что это было? Такой намек на люди в черных. Смотрим внимательно сюда. Сейчас здесь в 18 веке. Если человек напоминает на потоп, то он был вообще-то в 17 веке. Потом в 19 еще веке. Потопы они постоянно были, но многие летописи, которые сохранились, и книги, они не пишут о них как о потопах, а называют великими наводнениями. То есть отдавая предпочтение, что потом мог быть только библей. Поэтому ничего неудивительно. И не только о потопах, а еще великие пожары. То есть сейчас все знают, что вот великий пожар случился в Граде Московском, да, в лето 75320-й, то есть 1812-й год. Но он был и раньше, и при Иване Грозном, и после него, когда Москва сгорала полностью. И никто не задумывается, а что же за событие произошло в 17-м веке по официальному истории? Почему это Алексей Михайлович Романов, а потом его сын Петр отправляли картографов во все стороны, чтобы они составляли новые карты? И не только карты Сибири, всем известная чертежная книга Сибири, Семена Ремь называла, 1696-го года, как ее официально называли. Хотя такая датировка появилась уже после Петра. А еще Алексей Михайлович отправлял. И Михаил Федорович Романов тоже отправляли карты составлять. Они что, не знали, где у них какие рейки? Да нет, рейки поменяли свои русла. Ведь никто не задумывает. Здесь вот река, да, а говорят, а рядом находится Старица. Возникает вопрос, а че же она по Старице теперь еще? Почему дома во многих городах на один, на два этажа речным и морским илом и грязью залиты, как железобетоном? Многие говорят, а это подвальное помещение. Извините, на глубине двух-четырех метров никто не делает окна и двери наружу в грунт. Так что ни о каких там культурных слоях, которые придумали термин современные историки, говорить не приходится. Событий много, но у нас же люди как? Жили в основном сегодняшним днем. Это везде. А официальную историю творили те, кто находился у вершины власти, то есть при них, при властных особых. У каждого дома были свои родовые книги, в которых записывали. В каждом селе и деревне были деревенские поселковые списки, в которых описывалось событие, которые происходили на территории данной деревни или поселения. Но их почему-то потом собрали, якобы, чтобы всю историю привести в порядок, а больше их никто не видел. Одни говорят, что их сожгли, другие уничтожили, кто-то говорит, спрятали в хранах. Поэтому многие люди и не знают, что было раньше. Поэтому удивляться ничему не приходится. Следующий вопрос уточняющий. Расподняли тему потопу в, то у меня возникает такой вопрос. Если уж занесенные здания один-два этажа присутствуют практически по всей России и не только в России, то в этом случае как относиться к берестяным грамотам, которые находят очень-очень глубоко и якобы относят к таким древним векам? Может быть, там тоже не совсем культурный слой? Может быть, там где-то вмешался и потоп, который нанес какой-то грунт, песок? И это тоже есть. Это тоже есть. Да, засыпало, висит с людьми, но откопали. А датировку они могут сказать любую. То есть, почему этот вопрос задал? Когда кто-то ориентируется на такие изыскания, как грамоты берстяные, он говорит, ну вот в древности не было никакой ведической культуры, не было какого-то там вот о чем говорят знания древнего. Это вот писали современным языком, как будто бы современные люди и там ошибок нет, то есть как будто все были грамоте обучены вот именно так, а не иначе, по-современному и так далее, и тому подобное. Он-то и видел, что раньше большинство населения было грамотным. То есть, когда у нас ссылается, ну как же вот Ленин объявил борьбу с неграмотностью, да, действительно, это было в 20-е, 30-е годы. Но тогда людей обучали читать и писать по-новому, потому что Ленин с полначатцем ввели новую грамоту, упрощенную, безобразную, безобразную, которую люди плохо понимали. Поэтому их приходилось заново обучать. На самом деле ты вопрос задал не про грамотность. Понятно, что про грамотность, да, ты уже это упоминал, да и с этим тоже все уже понятно. Я про другое, что и буковки современные, как будто бы старинных нет, и упоминания о каком-то прошлом нет, и, в общем-то, историки говорят, ну вот видите, тогда там в 9-м, в 10-м веке ничего такого не было, что вы там придумываете, какие-то свои культуры и прочие-прочие, богов какие-то. National Geographic, да, никто не обвинит их в том, что они русскую культуру да, про поеду. National Geographic это американская продукция, и тут недавно было у них, не помню название, передача. Раскопали на Ближнем Востоке какое-то захоронение, вот там надписи, в том числе и русскими буквами, которые почти точь-в-точь совпадают с современными. То есть они попытались это объявить как греческим алфавитом, да, но у греков нет нашей буквы Я или буквы Ю в греческом алфавите, а там они присутствуют. Поэтому не стоит удивляться тому, что каждый трактует. Сейчас версий будет все больше и больше и больше. И все это для того, чтобы людей отвлечь от того, чтобы было сейчас главная задача тех, кто управляет миром, чтобы люди только работали, питались и потребляли как можно больше. И больше ни о чем не думали. То есть думали, допустим, о том, чтобы купить новый одежку от известного бренда и все деньги потратили и потом опять работали, чтобы заработать на очередную ненужную вещь. А то, что наши предки носили одежду, которой годами сносу не было, об этом даже не упоминаем. Далее вопрос от Ивана. Здравия людям добрым. Александр Юрьевич, просьба подсказать ресурс, сайт в интернете, на котором можно найти отцифрованные древние книги. Это сайт какой-то реально существующей библиотеки? Да, их этих библиотек полно. В Яндексе есть такая функция книги. И вот они показывают библиотеки. Ну вот допустим thelib латинский rcl thelib латинскими .rcl.ru Это российская государственная библиотека для онлайн просмотра документов. Вот там книг полно. Это вот только будем говорить наше российское. А иностранных еще больше. Ну если кому интересно так зайдите на ютуб. Там есть такой канал под названием брехня.ru оригинальное название автора придумал. Но этот автор постоянно ссылается на старинные книги очень интересные оцифрованные и ниже каждого ролика у него есть ссылочки на эти старинные книги. Как правило очень много книг есть с картинками. Потому что многим трудно читать допустим российские книги имперские. То есть с имперским языком написано. А там же полно книг на французском, на немецком, на английском, на латыни. То есть и главное когда вы просматриваете там есть строчка как говорится перевести с французского, перевести с английского. То есть ну как бы помогает переводчик. Так что вы можете там старинные книги вывескивать. Боги в помощь. Хорошо. Вопрос такой интересный пришел от Александра 74-76. Вне очередь зачитаю. Здравия Александр Юрьевич, тебе и всему твоему роду. Поясни про потопы. Значит катастрофа с Фаты и последующий потоп 13 тысяч лет тому назад по нашему календарю не последним был? Благодарю. Конечно не последним. Это был глобальный потоп. Тогда много чего послывало. То есть он был большой. Но и после этого были. и орбитальные бомбардировки были. Я же уже как-то в одной из передач говорил, то есть современные историки пытаются представить что так, что вот славяне жили в лесу и молились колесу. Но при этом забывают, значит, они колесо изобрели. А потом сели и подумали, ох ты бог, мы вот тут сидим, колесу молимся. А в Египте и Древнем Риме колес для колесистов нет. Надо туда свести, продать. Но это же не так. Древние наши сказки были, начитаешь, там же описывают, что наши предки, вот, та же Настенька, по вселенной, как говорится, по разным мирам, на Вайтмаре, на Вайтмане перемещалась. И ничего. то есть, то есть, обычное явление в Красноярском Соколе. Поэтому потопов было много. Я же не зря привел пример раньше, что на картах того же адмирала Перерейса не было ледниковых шапок. То есть, были материки северные и южные. А спрашиваются, а откуда же тогда взяли середины шапки? А у нас просто люди не задумываются, что это могло быть только в одном случае. Массовой гибели людей. Все с малых лет, когда начали ходить в школу, знают, что человек на 80-90% состоит из воды. Спрашиваются, а куда девается эта вода, когда человек умирает? Ну, кто-то говорит, она испаряет. Да? Вот представьте, если человек весит, допустим, 100 килограмм, да? 80% это 80 килограмм воды. Только в одном человеке. А эти тысячи, десятки тысяч, миллионы. И все это испарилось. А куда эта вся масса, как говорится, водяного пара должна деться? А так как Земля вращается, она вся, стекается, эта основная масса, к полюсам. где охлаждаясь, оседает. Поэтому, чтобы появились ледяные шапки, надо просто уничтожить миллиарды. То есть, никто не задумывается над тем, это вот как раз есть пример, приводится в четвертой книге, о которой мы сегодня говорим, что появились ледяные шапки. Я приведу пример, который может проверить любой. В книжке Библии, в последней книге, в откровении Иоанна Богослова, говорится, что сам этот Богослов увидел видение, да, и он пишет, и видел я число конного войска, и войско было дветь мычем. Дветь мычем это два миллиарда, то есть, на поле боя было войско два миллиарда, значит, ему противостояло примерно такое же. То есть, представьте, четыре миллиарда войск, но в любых странах, да, численность войска примерно где-то от 0,7 до одного процента от общего численности населения. Во время войны этот процент поднимается до семи, иногда до десяти. процента. То есть, получается, что когда он видел, он же пишет, что он видел, это было. То есть, не то, что будет, а то, что было, события прошлого, Иоанн Богослов записал. Значит, войск, как говорится, на земле численность населения была порядка 50-100 миллиардов. И вот представьте, что после такой глобальной войны остается десятки, максимум сотни миллионов выживших. А от всех погибших куда из тел благоделось? Вот она видела доп, и осела на полицах. Вот Алексей говорил, что там улучшить природу. Но когда мы учились в школе, учились в школе, на уроках природоведения, нам рассказывали, что вот есть деревья, они поглощают углекислоту и выделяют кислород. То есть мы все знали, откуда кислород берется, где доходят. То есть деревья. А сейчас по всей планете леса вырубают. Естественно, уровень углекислоты возрастает, температура начинает прыгать, скакать как угодно. Но я вот по себе помню 60-е годы, 60-е годы, как говорится, у нас в школе объявляли карантин, потому что погода объявили будет ниже 30-ти. И нас распускали по домам. То есть занятий не было. И где мы были все? Мы были на горке, а на улице стояла погода минус 40-минус 50. И мы приходя с гор вставили к печке валенки, штаны и польта. И они стояли, потому что они колом были, все ледяные. При этом никто не болел. То есть переносилась нормальная температура и минус 40-минус 50-минус почему-то потому что вокруг деревья росли. То есть а деревья они что? Вот этот температурный баланс сглаживает. Сейчас же никто не удивляется, что люди продолжают жить в Верхоянске и в Эмиконе, где температура иногда падает до минус 70 градусов. Машины не заводятся. Как говорится, колом стоят, а люди живут. То есть полюс холод. А ведь когда-то этого не было. ведь все поменяло. У нас сейчас принято считать, что всегда наклон оси был как нынче, четыре времени года как нынче, точки равноденствия и солнцестояния как нынче. Но они образовались только после того, как Земля поменяла наклон оси. И даже на старых глобусах на старых глобусах там дырочки новые начали делать для того, чтобы переставлять, показать, как изменился наклон оси. А эти глобусы старые в интернете, в поискове, кто желает, может посмотреть. И очертания другие. На старых картах почему-то моря и океаны занимают гораздо меньшую площадь, чем нынче. И никто об этом не задумывает. на старых картах 15-16 века, допустим, и 17-го некоторых, показано, что средние балки находятся здания. То есть они затоплены и находятся во льду. То есть по ним по льду добирают. Они находятся на территории воды. То есть затопило, значит, уровень другой был. А откуда взялась вода? А вот из тех погибших. А постоянные войны к чему приводят многочисленным осадм? Потому что погибают миллионы. Никто воедино не связывает. Что как только началась война в Египте и на Ближнем Востоке крупная, в Израиле, Сирии, в Египте снег откуда? Да вот все оттуда же. Из тел умерших. Давайте дальше. Давай дальше, давай. Галина вопрос тебе задает. Всем здравия. Александр Юрьевич, сначала хочу вас поблагодарить за асгарские уроки. Кстати, напомню, что ты имеешь право не отвечать на вопрос, который считаешь, что он не по теме или на него не надо просто отвечать. Они позволяют ориентироваться и не захлебнуться в этом потоке информации. По джаре. Как из эскинны получают душу? Человек отживы, адамы клоны от ангелов тьмы, а эскины, когда разум и душа человека загружаются в эскин? Как у полковника что происходит с духом человека и его индивидуальностью? Что такое стиратель судеб и его назначение? Что относится к запретному миру? Вот сколько вопросов тебе? Ну там больше чем я поправлять если какой-то вопрос упущу. Хорошо. Уроки Азгарского духовного училища можно считать азбукой для начинающих, где даются предварительные старые знания. То есть многие не знают, что раньше училища 4 года училища а потом еще 8 лет семинария. То есть поэтому это начальное ну как ребенку чистописание чтение счет и азбуку давали в первом классе. Чтобы они уже могли сами продолжать развиваться. Относительно души в наших древних ведах сказано душа есть у камня и древа. А кроме того на земле были так называемые священные деревья состоящие из кремния. Я думаю многие читали в Харатске Пушкина в Лукомбуре дуб зеленый золотая цепь дуб бетон. А дуб тот уходил своей кроной в облаках. То есть основа его была не у бюро а скины как раз вот и делают из материала полученных из кремниевых деревьев. Ведь никто же не удивляется что тот же кремния используется в апфлешках в компьютерных накопителях я имею в виду в пинчестерах. Там же тоже кремниевые те же СНСД детские там нет врачей частей там просто будем говорить кремниевая основа для накопления информации. Но если у вас такой пример перед глазами трудно понять а раньше знали как переносить душу с одного источника с другой. Ведь тот же ислам тоже христианский постоянно изо дня в день по своим телевизионным каналам сообщает что все праведники исповедующие данную религию попадут в рай где получат новое тело. То есть значит в раю есть некое производство тел куда заселяются души умерших в нашем мире на земле чтобы люди к этому относились более спокойно на земле начали выпускать информацию помаленьку сначала предоставили акванированные овечки доли потом еще кого-то акванировали а потом было сообщение что склонировали женщину то есть назвали ее Нева но в нее же тоже перенесли чью-то душу она же не бездумный робот поэтому не вижу никаких проблем а Библия заявляет что вот они основываются на древних источниках и древнее их нет никаких значит история описания систем клонирования вдумайтесь Господь взял часть от Адама и создал из этой части Еву и закрыл место против то есть ну чем не процесс склонирования ведь Адама склонировал Еву никого это удивляет Еву так почему же тут можно чему-то удивляться так Алексей что у нас там еще за вопрос остался дальше когда разум душа человека загружается в искин как у полковника что происходит с духом человека и его индивидуальностью а все сохраняется все сохраняется ведь просто люди не осознают когда вы засыпаете засыпаете да и ваша душа покидает тело тело начинает что потреблять энергию из пространства восстанавливаться поэтому вы утром просыпаетесь бодрыми и здоровыми а пока тело заряжается ваша душа гуляет по вселенной ну не просто так она может вселиться в какое-то тело и вы ходите по другому миру и смотрите что там хорошо далее что такое стиратель судеб и его назначение а назначение там его описано то есть ведь там же идет пояснение что те сущности которые разрушают жизнь подлежат стиранию потому что жизнь должна развиваться а не уничтожаться а так как тело остается туда можно переселить другую душу да сейчас на эту тему даже по-моему куча сериалов и фильмов снимали да вот недавно реклама прошла по телевизору фильм чужая как женщина пришла в себя совершенно в другом теле то есть другой женщине и она понимает что то что ее окружает не ее но она же помнит что кто она такая кем была и так далее и последнее выточнение в этом вопросе что относится к запретному миру в первую очередь наша земля то есть вернее это не наша земля а наша система так как здесь постоянные войны разрушения поэтому ну не только в нашей системе но и в ближайших поэтому этот сектор пространства был объявлен запретным чтобы отсюда как было сказано поцелуи зла не распространялись по вселенной хотя до этого когда древние переселились в эту систему они ее тоже объявляли запретной да ну чтобы никто ни лесу жить не мешал система была как говорится безвидная они пуста хорошо такая свежая реплика пришла где виманы остальное все лирика куда запрятал виманы признавайся ну если я скажу в зоне 51 вы же не поверите короче в зоне 51 верь не верь идем дальше или хоть что-то дополнить да нет многие были уничтожены многие попрятали по секретным банкам некоторые вот ролики там выложены в Антарктиде обнаружены их полно многие вон летают ну выходишь ну летит ну летит ну что переживай помахал ручкой привет лунатики ну ладно идем дальше Стеша вопрос такой Александр Юрьевич что вы скажете об Асгарде Ирийском был ли он нашим центром у Русичей благодарю этих центров у Русичей было множество множество Асгард Ирийский он находился как в столь город Беловодия но как бы мы сказали областной центр современным языком а их было множество то есть не надо считать что на земле вот был один только город да который был главным а все остальные не главные да нет все были главными то есть когда была Великая Россия она охватывала всю планету ну какой город был главным такого понятия не было то есть то что называют сейчас столицей да то есть само слово столица слово стол город в котором столовались основные войска то есть где собиралось ну будем говорить современным законам министерство обороны штаб при них войска арии уже рассылали по границе территории поэтому столиц было множество то есть никого не удивляет что одновременно была столицей Москва столица Владимир столица Тверь столица Таруса столица Смоленск столица Вильна столица Великий Новгород то есть для современного человека непонятно а почему столько столиц ну были разные княжества которые жили своими устоями своими традициями но были объединенные княжества допустим три народа объединились славянски поединенно то есть русины лицвины и жемайты они созвали все свои роды и объединились их объединение договор то есть он назывался как Литование отсюда и Великое княжество Литовское то есть объединенное полное название было Великое княжество Литовское русское и жемайское то есть Литва не от того что там литовцы жили а от того что Литование это объединения. Ведь никто не удивляется, что, допустим, музыканты, писатели ходили в Советском Союзе в главплит залитовать свою книгу или программу. То есть договориться о продвижении и согласовании. Поэтому и символом объединения трех родов было три изогнутых дудочки, которые в Белоруссии до сих пор можно наблюдать в виде трехлучевой свастики как на деньгах, так и в городе Несвич, или, как многие говорят, Несвич, на гербах и воротах и в замках Продзевилла. То есть он указывал на объединение трех славянских великих родов. И заметьте, когда современные историки нам начинают говорить, вот, Литва постоянно вела войны с Москвой, ну, судя по картам походов, сам Московия постоянно нападала на Великое княжество Литовское. И говорят, вот, Литва не любила русских. Ну, во-первых, в Великом княжестве Литовском 90% населения было русичем. Или, как если мы еще называли, русинами. А Великом княжестве Московского меньше 30%. Спрашивается, какой из двух княжин был более русским. И все дело производства велось, как сейчас принято говорить, на западно-русском языке. Поэтому я не считаю, что древнее Великое княжество было антирусским или антиславянским. Между прочим, та же нынешняя Литва, она считалась в Европе два государства до конца 19 века считались языческими. Это Литва и это Исландия. То есть тех, которые придерживались древних традиций. То есть христианства не было в этих государствах государственной религии. Насколько мне память не обманывает, в Исландии, по-моему, в 1970 году христианство обрело статус государственной. А до этого нет. Поэтому говорить о том, что Асгард это общая столица для всех русских, ну это будет неправильно. Один из центров, будем говорить, мудрости и просвещения, да, надеюсь, я ответил. Да, благодарю. Уточнение такое маленькое пришло после того, как про Виманы, Вайтманы и Вайтмары поговорили. А вот как, Марина спрашивает, определить космические корабли расы от чужеземных кораблей? Ну, мы никак не определим. Потому что во Вселенной многие виды расы, если где-то происходят противоборство, они могут захватывать корабли друг друга, да, или летать, или, ну, как говорят, покупать друг у друга. Особенно в фантастических рассказах, да, многих авторов. Где взял корабль? Да купи. Помните мультик про летучий галактик? Полкан, сможешь построить летучий корабль? Куплю. Вот и тут. А кто там летает? Не в нас. Могут наши, могут не наши, могут вообще чужие. Разум во Вселенной развит. Поэтому сколько существует обитающих в Европе, никто не знает. Да, сразу такое предложение, просьба. Подарите Виману, Огненный тигр просит. Люди, подарите Виману, а то Огненный тигр расстроится. Ну, поставят ее на огороде и устроят из нее баньку. Ну, почему-то сразу так приземленно. А может, он куда смотается? Чего, одному только твоему Станиславу Ивановичу что ли летать? Нет. Алексей, чтобы смотаться, надо уметь управлять ее, знать законы управления, законы передвижения во Вселенной, силовые структуры, линии и прочее. А человек же откуда это узнает? На Земле у нас это не преподается. Как же, а книжки твои в них все написано? Вон, Станислав Иванович научился и все нормально, хорошо, мотается туда сюда. как, там и скины. Он им просто говорил. Тем более, потом там вспомнил, то есть память, когда заблокированная память к нему вернулась, он вспомнил, что умеет управлять. А до этого все только через пилотов и скины. Ну, Тигр-то тоже, наверное, обладает такими же возможностями. Вдруг у него там Вайтманка, где ему там Левиманочка приземлится, он сразу раз и память откроет свою и сразу куда-нибудь полетит. Как сиганет. Ну, если так желаем. В общем так, пространство тебя услышало, Огненный Тигр. Тогда еще вопрос от Александра 74-76. Александр Юрьевич, правильно ли я понял, что главный герой серии книг Станислав Иванович и его близкие пребывают в разных мирах только Яве, Неправе и Ненаве. Благодарю. А только в Яве? Да. Там как раз наш мир Яве и описывается. Но он так или иначе все равно контактит с более многомерными мирами. Ведь у него же появился тот же Лена. И с древними хранителями он встречался. А они более многомерные и корабли у них более многомерные. Так что ничего удивительного. Хорошо. Идем дальше. Галина. Вопрос в эфир. Почему в Джаре все время употребляется структура империи? Структура темного мира? Потому что темных империи и развиты. А у Станев Слав Ивановича что? Не империя. У Федерации Звезды. Хорошо. Далее. Галина. Нибиру действительно уничтожено? Главный герой относится к древним? Что такое генокод древних вечных? Вот тебе три вопроса. Если Нибира в 2012 не прилетела, значит ее действительно уничтожили? А может тетю угнали просто? Ага ее разобрали. Не знаю. Китайцам продали. Да. А остальное скинули на Солнце. Но она не прилетела в 2012 году. Один из вариантов причины, почему она не прилетела, что каждые 3600 лет прилетала этот раз и не появилось. То, что древние, а я же уже говорил, и в Ведах напишут, что наши древние предки очень-очень давно первыми заселили джитузин. Почему же древний не может, как говорится, на время поселиться среди нас? Ну, чужие же живут среди нас. Вы проходите по ним мимо улиц, по улице мимо них, даже не обращайте на них внимания. И не потому, что они глаза вам открыли, а потому, что вы на них уже перестали обращать внимание. Взять, например, конец 19 века, начало 20-го. Дети бегали и взрослые посмотреть, как по улице трамвай ели. А сейчас трамвай по улице проедет, вы даже на него внимания не обратите. То есть обратите, если он посигналил, что вы у него на пути. Поэтому что тут ему удивляться? Он ролики уже выкладывает. Рептилоиды в охране Барака Обамы там на каком-то совещании в моменте. То есть находятся в службе безопасности президента. Ну и что? Они там давно находятся. Вот удивили. А об этом только сейчас начали тревоги. Потому что оператор вдруг додумался пропустить через светофильтр. То есть от всех присутствующих идет тепловое излучение, а у этого охранника температура окружающего пространства, то есть как комната, то есть как у змеи. Ну и что? но есть такое. А к этому спокойно относились. Они уже давно здесь. И власти, как говорится, стараются об этом не говорить, скрывают, потому что во многих странах власти находятся представители именно данного разумного мира. Поэтому нечего удивляться. А то, что есть генокод, генокод, да, генокоды есть. И, будем говорить, ученые обнаружили, только они в нем разобраться не могли. из Англии один медицинский светило договорился до того, что ДНК состоит на 90% из мусорных составляющих. То есть они не мусорные, просто ученые еще не разобрали. Вот получается, если они говорят, вот мы там все эти связки ДНК расшифровали, что для чего. Ну, получается, они 10% расшифровали, если они 90% в мусор превратили. И, представьте, сознание, то есть то, что они узнали или додумали о 10%, они начинают заниматься генной инженерии, изменять продукты. А давайте попробуем это, давайте попробуем это, давайте попробуем. А что из этого? Это Аллах его знает. Попробуем, испытаем, узнаем. Вот так вот ученые работают. Идем далее. Андрей Чернов, вопрос эфир. Здравия, Александр Юрьевич. Читал все ваши книги. Как я понимаю, лесная дорога никогда не закончится, лесная дорога в кавычках, или нет? Благодарю. А почему она должна закончиться? Ведь только явным миром жизнь-то не заканчивается. Она же и дальше продолжается. вы просто задумайтесь над тем, что сон и успение, да, то есть смерть, имеют один и тот же корень. Что такое смерть? Смена мерности. Когда после этого тела переходите в другое, более совершенное. Ну, здесь у вас одна цель, одни задачи, в дальнейшем развитии другая цель, другие задачи. А значит, путь по лесной дороге никогда не заканчиваем. Все зависит от того, уйти, идти вы по нем в одиночку или в компании. Надеюсь, ответит. Хорошо, идем дальше. Малена, вопрос эфир. Александр Юрьевич, главный герой часто перемещается во времени. Это никак не отражается на организме человека. В каком режиме дня и ночи живут главные герои во время перелетов? Здесь нужно понимать, что есть так называемые временные воронки, временные аномалии. То есть время внешне течет в одном ритме, внутренне в другом. Ведь даже у нас на Земле раньше люди многие перемещались из сердца в скотку, теперь не из сердца. Если раньше допустим от Омска до Москвы можно было за три месяца доехать на лошади, то теперь за три часа долететь на самолете. То есть значит я на три месяца летя на самолете на три месяца улетаю в прошлое. Потому что за то время пока бы я двигался пешком или на лошади в Москве за эти три месяца многое произошло. А тут я прилетел иногда даже раньше времени. Я помню, когда последний раз летал, мы вылетели из Омска в восемь утра, а прилетели в семь пятьдесят. То есть как бы относительно местного времени на десять минут раньше. поэтому временные события, вот эти перемещения для каждого человека происходят по-разному. Недавно по РНТВ был показан ролик в магазин через дорогу сбежала девушка в халате, хотела купить продукты и рассчитаться с советскими деньгами. То есть она пояснила, что у них там вырубился свет на детской кухне. она пошла проверить пробки, вспышка, она проморгалась, вышла на улицу, зашла в магазин, а это и говорит, девушка, извините, у нас другие деньги, СССР не существует. То есть вот в нашей реальности она как не существует. Ну и СССР давно распался. А у них там был референдум девяносто второго года. Советский Союз продолжает существовать. Но это один из слоев реальности нашего мира. И люди перемещаются до сюда. Так что ничего удивительного в этом было. И этих случаев полно. Ну, думаю, ответил на вопрос. Геннадий Романенко, вопрос эфир. Здравия, Александр Юрьевич. Как вообще в ось принимать определенные летописи? Можно, читая внутренние, самостоятельно ощутить достоверность источника? Или нельзя? Благодарю. Но чтобы ощутить достоверность источника, любой источник достоверен, потому что он уже написан. То есть я не понимаю каких понятий лживые летописи. Ну, раз она уже написана на летописи, то есть вот она существует на бумаге, она уже не лживая, то есть не подделка, потому что она уже есть. Поэтому как бы пояснить, чтобы понять тот язык, на котором написаны летописи, надо на время отключиться от современного мировоззрения и мировосприятия и взглянуть на мир глазами человека, который писал данный летописи. Потому что от того, что человек подходит к современным мировоззрениям, знаниям и мировосприятиям к летописи, ничего толкового не выйдет. Простой пример. Веда сказана «Не берите жон с чёрной кожей». То есть там вложено старое понятие «чёрный», да, всем известно, «чёрная холера», «чёрная оспа», «чёрная немощь», «чёрная проказа». То есть говорится о болезни. То есть жёны с чёрной кожей — это люди с кожными заболеваниями. Только и всего. А современный человек трактует вот это про женщин негроидов говорят. Хотя в тех же ведах женщины негроидов называются «люди с кожей цветом рака». А это не хотят к этому. Просто трактуют. Поэтому, чтобы понять летописи на мысли теми же категориями. Вот так. Хорошо. Далее. Малена. Вопрос эфир. Почему жена главного героя не идёт с ним по одному пути и почему у неё иной путь? Во-первых, чтобы идти по одному пути, необходимо понять, чем живёт муж. Чем живёт муж. А она пока ещё живёт теми категориями, которые она получила не от своего отца, а от своей матери. А всегда известно, что мать при передаче знаний старается дочери дать только ту часть, которую она считает поёт дочке на благо. весь свой негативный опыт мама дочери страж и скрытие. Поэтому жене надо время, чтобы осмыслить всё. Тогда она может пойти вместе с мужем по одному пути. Надеюсь, я ответил. Далее Тимофей. Здравия, Александр Юрьевич. Вопрос эфир. На данный момент заканчиваю читать четвёртую книгу из серии. То есть, вот он, Тимофей, заканчиваю читать четвёртую книгу из этой серии. Я понимаю, что у главного героя загруженный график, но всё же что было в сундуке из первой книги, которую с таким трудом загрузили в Патриот на протяжении всей серии ждал раскрытия этой тайны. А вы сами не забыли про эту сюжетную линию? Или я что-то упустил? Или он всё-таки появится в ваших дальнейших рассуждениях, рассказах? Мне остаётся только гадать, что в нём. Кстати, да, ты обещался сказать, что наступит время, сундучок-то раскроется. Конечно. В конце четвёртой книги сказано, что Станислав Иванович Ивану Демидовичу передал сундучок нетронутым, а в пятой книге там начинают появляться данные, что в данном сундучке хранится. Понятно. Далее Галина, вопрос в эфир. В пятой книге Джаре говорится, что драги вывозят землю с земли, так как там захоронено много человеческих тел. Поясните, пожалуйста, что это и для чего и имеет ли это место в действительности? Драги вывозят почву, да, потому что в почве остались корневые системы кремниевых делений, а также всевозможные природные ресурсы. Вот они их и вывозят. Хочу сразу предупредить, что мы сейчас обсуждаем книгу «Иная суть», а не первую книгу Джаре. Вся серия называется «Будка с током». Это так вот в свете. Есть такое древнее славянское предание, что когда многие люди после потопа погибли, да, их тела, которые накрыли вот эта грязевая волна, да, дыхание их превратилось в газ, а кровь их превратилась в земляное масло. Земляное масло называют нефтью. Поэтому подумайте, нефть называют углеводородами. Нефтью лечились. А теперь будем говорить кровь наших предков, да, убиенных, выкачивают, на продажу. То есть как к этому относиться, каждый решает сам. Я не упустил ничего из вопроса. Значит так, говорит, что Драги вывозят почву из земли, так как захоронено много человеческих тел. Поясните, пожалуйста, что это для чего и имеет ли место быть в действительности? Вот так звучал вопрос. Ну, это действительно так оно и есть. Это ни к чему не скрывает. Я же только что объяснил, что нет, называют, что кровью земли, да, а если быть точным, кровью в земле. Это кровь всех миллиардов невинного убивинства. То есть вот так считали наши предки. Это не моя придумка, это существует уже не одно столетие такого упоминания. Почему многие были изначально люди, живущие на побережье Холынского моря, да, как-то, против добычи нефти. То есть даже те, кто пытался добывать, пытались уничтожить, то есть потому что они тревожат души невинного убиены. То есть считалось вот так. А сейчас заметьте, самые богатые месторождения там, где в древности, как сейчас принято говорить, были древние цивилизации. Они разрушены, уничтожены полностью. Там либо пустыни, либо еще что-то, либо болото, хотя на древних картах там где города. Ну, я даже не упоминаю в Африке тоже озеро Виктория. На старых картах там два города, а теперь воронка круглая и назвали Виктория. А Виктория это победа. Кто над кем победил? Уничтожили два города и это победа. Каждый по-своему воспринимает. Идем дальше. Идем дальше. Далее Валерий Валеревич. Книги доступны во всех книжных лавках или только в определенных местах, где можно купить ваши труды в городе, например, Новосибирск или на Дальнем Востоке? Насколько я знаю, на сайте издательства радович.рф и радович.орг там можно заказать книги и по почте их получить. Кроме того, представители разных городов приезжают в издательство, берут там оптовые партии книг, развозят к своим городам и там продают. Поэтому выбор всегда есть. где хотите, там и приобретайте. Да, самый простой способ, если не знаете ближайшего магазина, где книга продается, это зайти на сайт Радовича и там в открытом доступе, пожалуйста, заказывайте с доставкой. Я тоже хочу добавить, что сейчас Радович готовит переиздание, исправленную версию первой книги. Так что скоро вновь будут доступны читателям комплект состоящий из четырех книг. Благодарю за дополнение, потому что к нам тоже вопросы приходили, а где первую купить, уже ее нету. Ну вот ответ и первая, вторая, третья, четвертая можно будет в комплекте приобретать и по отдельности. Идем дальше. Малена, главный герой не пользуется симбиотом или нейросетью, а использует мыслесвязь. это характерно только древним или Джаре, только доступен такой путь развития, а его родственники и близкие, они как будут пользоваться или не пользоваться? Да, в том-то и дело, что раньше мыслесвязь, как говорится, всем было доступно. Это уже потом инквизиция и прочие людей, которые имели такую возможность уничтожала и сжигала на контракт, считая это дьявольщиной, потому что так они пресекали возможность, что кто-то узнает их мысли, поэтому их старались искоренять и всячески под страхом смерти заблокировать у людей возможность развивать эту способность. Еще вопрос от Малены. Читая удивлялась, теща и жена Станислава Ивановича воспитаны в старой вере почти не к мужчине. Почему же они ведут себя так, как современные женщины? Ну, насчет тещи там все объясняется в четвертой книге. Не подавало, как говорится, необычное поведение тещи было связано с тем, что когда она была маленькой девочкой, к ней подселилась сущность другого существа. То есть она пообещала эту сущность. То есть живое существо маленькое, да, то есть представила, что она у себя в мире была целителем, его, ну, как говорится, лесника этого оставили на земле, и вот тут люди напали, его избили, и он еле живой. Она принесла к своей бабушке типа, бабушка вылечит, она говорит, а я не знаю, это не нашей природе создания. Ну, и потом, когда пятилетняя Арина осталась одна, леса говорит, давай я тебе передам мои знания. Девочка согласилась, и вместе с знаниями душа этого существа переселилась. Переселилась в тело девочки и жила там тихо, скромно, подправляя поведение Рины, а потом уже, когда она стала взрослой и прочее. А ненависть к военным, которая была у существа, она передалась и впоследствии тёще. потом стало просто золото в конце книги. И справилась. Хорошо. Елена Вея в заключении вопрос от неё. Здравия всем. Здравия, Александр Юрьевич. Я в прямом эфире, видимо, на своём канале, читала и читаю Джаре. Ты, надеюсь, не против? Почему я буду против? Читайте. Я же для того и написал эти книги, чтобы люди читали. Мой договор с издательством на Вею издания касается только печатной продукции. Допустим, насколько я знаю, человек в сети под ником Гриф начитал и озвучил первую книгу Джаре. Она уже сейчас разошлась по интернету. Те, кто не любит читать, а любит слушать, с удовольствием слушают его варианты. А до этого кто-то пропустил через механическую программу «Говоруна» там неправильные ударения эта программа делала, паузы не там, где нужно. А у Грифа все правильно. Да, с Григорием знакомо хорошо, это голос нашего радио, так что есть такой Гришок «Начитано» и продолжает начитывать. Да, я сейчас вторую книгу обещал, вот в марте закончить. Ну, поглядим, поглядим на его обещание. Хорошо. И еще один вопрос, такой злободневный, наверное, для кого-то в заключении прочту и будем переходить к заключительной части нашего сегодняшнего эфира. «Солнечный денек» тебя спрашивают, как отключить мысли, внушаемые, поставить преграду тому, кто внушает злые мысли? А тут все просто. Жить своим умом. Когда человек живет своим умом, он не воспринимает чужие мысли. Почему все власти во всем мире не хотят, чтобы люди жили своим умом? Им нужно, чтобы люди выполняли лишь их команды и распоряжения. А вы живите своим умом, своими традициями, устоями, и тогда никакие чужие мысли на вас влиять не будут. Замечательно. Ну что, давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Все вопросы, реплики мы зачитали, и ты дал на них ответы, и свои мысли высказал. Поэтому предлагаю тебе пожелать что-то доброе, вечное, красивое нашим слушателям и зрителям, или, может быть, что-то по теме еще уточнить. То есть, вот, пожалуйста, свобода в твоих действиях полная. Ну, в первую очередь хотел бы поздравить всех девушек, женщин, уже с прошедшим 8 марта, да? Многие, наверное, не знают, что этот праздник зародился в глубокой древности, в древнем Риме. Для тех, кто не в курсе, был древнеримский календарь, который начинался весной, с первого марта. В нем была восьмидневная неделя. Все дни были рабочими, а восьмой день был торговым. И вот, начиная с первого марта, начинались, так называемые, мартовские иды. И в первый день Нового года, то есть весны, римские мужчины покупали подарки в первый торговый день для своих жен, подруг, детей, то есть дочек. любимых и делали подарки. То есть праздник уходит в ту глубокую древнюю, а не так, как сейчас трактуют, что это началось с событий восьмого марта в девятнадцатом веке в Америке. Что-то у нас очень любят ссылаться на Америку. Так вот, подарки дарили для того, чтобы в девичьих и женских душах вместе с весной раскрывалось чувство любви, радости и счастья. Поэтому в бочу всех наших слушательниц и читательниц будет много любви, радости и счастья. Ну а читателям пожелаю заботиться о своих любимых. Вот кратко так. Благодарю. Доброе пожелание. И мне остается только поделиться с тобой теми сообщениями, которые вот прям один за другим идут в нашем чате. Благодарность тебе. Благодарю за ответ и рассказ. Всем за создание эфира, как всегда, познавательно. Всем смотрящим благодарность. Много-много хорошего эфира. Благодарю. В общем, радости, добра и благодарности все тебе желают. И мне тоже желают, и тебе желают. Всем добра, короче, со всеми делятся добром и радостью. Есть такая поговорка старая. Когда на добро отвечаешь добром, это первый шаг к началу дружбы. Хорошая поговорка. Тогда не будем нарушать этой поговорки и пожелаем друг другу добра во всех добрых деяниях. На благо державы, на благо родов наших, чтобы все было замечательно и хорошо. А я же, в свою очередь, напоминаю, что по одному из современных календарей 9 марта 2018 года пятница, по одному из старинных 8 день месяца пробуждения природы 7526 лет а шестица. Иная суть четвертой книгой серии «Путь к истокам» так назывался наш сегодняшний живой эфир автор-сказитель Хиневич Александр Юрьевич. Низкий поклон тебе, Александр, за то, что побыл с нами в эфире и много что интересного рассказал. Также благодарю всем тем, кто задавал вопросы и реплики. Молодцы, молодицы, так держать. Я думаю, что вместе с вами мы проведем множество еще добрых и познавательных эфиров и тем самым будем влиять на то, чтобы наша жизнь стала лучше. Напоминаю, с вами был Народное Славянское радио, Алексей Орлов, Хиневич Александр Юрьевич. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Народное Славянское радио. Пора просыпаться.